МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Сергей Авилкин, музыкант. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Если можно, несколько слов о вас, о вашей музыке, о вашем творческом пути. Я пишу песни достаточно давно, еще, наверное, лет с 13 или с 14 начал писать. Но тогда это песни были о том, как я познаю мир, что мне интересно в этом мире. Потом, ну, как и все, наверное, ребят того возраста, мы какую-то там группу собрали, играли дома. Потом пришло небольшое осознание того, что песни должны быть более серьезными, глубокими, что ли. Такого плана, да? И учился я в район-институте уже на тот момент. И мы опять же с моим другом решили собрать группу. Нас было всего двое. Он играл на барабанах, я играл на гитаре. Мы были счастливы, свободны, ни о чем не думали. Ну, а периодически, скажем так, я опять возвращался к творчеству. Сейчас мы подготовили программу, куда вошли, ну, скажем так, песни, проверенные ветром и временем. Вот немного еще нового материала туда написалось. И, соответственно, планируем сделать небольшой какой-то концерт в ресторане «Небо» 9 марта, который будет приурочен, возможно, к Международному женскому дню. Само собой, там будут композиции и про любовь, и про дружбу, и про преданность, и про честность, и справедливость. То есть вот эти все категории, которые можно назвать. Сергей, давайте все-таки немножко с вами вернемся к истоку. Вот как это вообще бывает, что вы поняли, что вы хотите играть, что вы хотите играть именно на гитаре, что вы хотите писать песни, что вы можете их писать? Получилось достаточно интересно. Мне родители купили гитару, и я стал играть песни, которые были на тот момент популярными. Это «Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум». И они, эти песни, как-то были настолько необычными для, скажем так, советского периода, да, нашей страны, что они были интересны всем. То есть где бы ты там с этой песней не заиграл, там во дворе или где-то еще, да, ты был просто, как сказать, гвоздем программы. Вот, и после этого я как бы столкнулся с такой мыслью, что то, о чем они пытаются сказать в своих песнях и говорят это, да, оно близко и мне. То есть у меня, скажем так, круг моих интересов, он такой же, о чем поется в этих песнях. И я решил попробовать, ну, если сделать не так же, то что-то в этом роде, да, у меня получилось, потом я смотрю. Сначала, конечно, я стеснялся все это показывать, потому что, ну, как бы, там, друзья скажут, там, засмею, ну, что-то подобное. Я там, иногда меня просили спеть, там, что-то, например, из «Воскресенья» или из «Машины времени». Я пел с удовольствием и потихонечку, как бы, включал туда, да, вот, свои какие-то песни. Мне потом начали спрашивать, а вот, ну, что-то не слышали такого, вот, вот это, вот это что-то такое. Ну, и потом, конечно, я сказал, что вот это я тут пишу. И мне очень приятно, она, когда песня рождается внутри, да, это такое незабываемое ощущение. Сравнить это можно, наверное, вот, с тем, когда сбывается какая-то большая мечта, внутри такой прям поток искр каких-то там эмоций, и рождается песня. И вот ее хочется петь, 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 тебе кажется, это прям вот оно, то, что ты хотел сказать. И получается уже, скажем так, какая-то стабильная, солидная, ну, скажем так, композиция, которую не стыдно уже показать. А в последнее время это уже, ну, стало моим, говорит, с образом жизни. И если кто-то там слышит или слушает там песню, то есть уже ни у кого никаких там не возникает сомнений, что это вот там, это самодельное творчество. Ну, это мне приятно, если честно. А как вообще бывает? Вначале рождается мелодия или текст? Или по-разному? Я не знаю, как, ну, скажем так, люди похожих, там, профессии или как там назвать, да, это все делают. Но у вас как? Да, вот я про себя хочу сказать, меня должен заинтересовать какой-либо звук. То есть это может быть даже не гитара, это может быть там стук двери, там, я не знаю, звук тормозов машины, либо там птица. Вот. Внутри включается какой-то механизм, который потихонечку создает свое настроение, и это настроение, оно начинает выливаться в строчки. Потом, скажем так, если гитара рядом, то гитара очень сильно помогает, потому что, получается, она как бы ведет за собой. И когда, например, написано там половину песни или даже меньше, да, вот у меня, например, складывается впечатление, что она такая классная, вот, то есть и такое ощущение, что я эту песню уже давно знаю, я с ней знаком, вот, то есть она становится такой родной. И потом уже проходит какой-то период, когда приходится где-то там поправить текст, еще что-то, и чтобы мысль была наиболее ясной. Потому что, получается, я-то понимаю, о чем я, да, хочу сказать, скорее всего, самому себе, нежели кому-то там. А когда, например, появляются первые слушатели, там, кто-то из друзей, да, некоторые говорят, вот, 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 вот. И ты думаешь, да, действительно, если со стороны посмотреть, да, то получается вот несколько слов, которые тебе понятны, да, может быть, их как-то по-другому построить, и тогда она станет понятна всем. То есть, и она так и получается. Ну, то есть для вас важно, да, чтобы ваше творчество было понятно, а не просто, чтобы слушали и наслаждались. Нет, конечно, я же стараюсь, ну, как бы, немного открыть свой внутренний мир, если так можно назвать, да, ну, и впустить туда кого-то слушателей, что приходите, я вас приглашаю, да, посмотрите, что есть у меня, вот, что есть у меня. Соответственно, конечно, даже если один человек слушает это, и ему это все ложится на сердце, я считаю, это уже вот награда за твое деятельность, за твое творчество. Сергей, вот вы сказали, что когда только начинали свой творческий путь, большое влияние на вас оказала там та же самая машина времени, аквариум. А вот в сегодняшних коллективах, группах есть кто-то, есть какие-то песни, композиции, которые вам нравятся, вас вдохновляют? Да, конечно. Это и вот самый там свежий концерт «Земфира», там «Маленький человек». Очень красивые такие аранжировки, это для, например, нашей эстрады. Очень классные аранжировки, там просто великолепные. Даже вот, скажем так, ее хиты уже, которые там стали, ну, хитами, да, давно уже. И они были сделаны там в своем ключе. В этот раз они прозвучали просто по-новому, очень свежо, очень красиво. Ну, вот это как бы из последнего, что на меня очень произвело большое впечатление, да. Вот так, конечно, все музыканты. Во-первых, вот я такой человек, для меня нужен текст. Если текст захватывает, красивый, он рождает какие-то, может быть, воспоминания, либо там образы, то мне это будет нравиться однозначно. Но тексты вы также пишете сами, да? Да, я и текст, да, и музыку, я все делаю сам. Ну, по крайней мере, насколько это возможно, вот, даже так, доступными мне средствами. Я, к сожалению, умею играть вот только на гитаре. И то, назвать игрой, это скорее, ну, какой-то аккомпанемент вот своему, да, видению. Если говорить о том концерте, который состоится 9 марта в ресторане «Небо», кого вы хотели бы там увидеть? Я бы хотел увидеть, в первую очередь, людей, которым нравится качественная музыка, качественные тексты, красивые стихи, которые скорее слушают и слышат, о чем, например, человек пытается там донести или спеть, или как я не знаю, как это правильно называется, да? То есть, конечно, можно там и потанцевать, если у кого-то будет желание, да? Да, но вот у меня это, как бы, музыка, она разделяется, да? Музыка для головы, музыка для ног, ну, какой-то такой, да, есть категория. Причем и та, и другая, она необходима, потому что очень классная музыка, под которой можно танцевать, веселиться, очень классная музыка, под которой можно просто сидеть и слушать. У меня вот музыка, она вот такая, вот может быть, я такой сам человек. То есть, у меня это для головы, скажем, если вот такую категорию провести, вот черное и белое, да, разделить вот это все, вот у меня для головы другого. Ну, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В нашем случае, лучше один раз услышать, чем долго об этом говорить. Да, я... Если можно что-нибудь из того, что можно будет услышать 9 марта. На пути встречаются всякие прохожие. В чем-то различаются, но в основном похожие. А вчера мне встретился человек без маски. И глазам не верил я, как будто с моей краски. Как в страну мою попал, и про них украдко. Может, ночью сторож спал, путался в догадках я. Но в глазах его больших отразилось небо. И он позвал меня туда, где я ни разу не был. Город был взят, мой без выстрела. Жители сами открыли двери. Город мой пал, так немыслимо. Я гляжу вверх и не верю. Вот как образец, например. Я не знаю, как это можно характеризовать, но я их вот так как-то из-за этого... Ну вот вы говорили, это для ног, для головы. Я бы сказала, для сердца. Вот. Вот эту категорию я, если честно, не рассматривал. А зря. Здесь будет вот не только в таком блюзовом размере сделано, да. У нас предусмотрены еще какие-то драйвовые такие вещи, там, рок-н-роллы, там, дж-дж-дж. Ну, чтобы вот это было действительно, как говорится, клево, вкусно. Ну, вот это будет на следующий день, буквально после любимого всеми женщинами праздника 8 марта. Каким-то образом именно для дам что-нибудь вот будет в вашей программе? Да, будет. Песня, конечно, о любви, потому что без любви просто на этой планете жизнь была бы бессмысленна. Баю, баюшки, баюк, сидит голубь на краю. Сидит голубь с веткой клён, с веткой листьями зелёные. Прилетала голубица, Говорила про жар птицу. Не летай за ней на север, И не клюй там с нею клевер. Ну, а мы ещё раз напомним, что концерт Сергея Вилкина состоится 9 марта в 20.00 в ресторане «Небо». Спасибо большое, что нашли время к нам прийти, вдохновили нас своими произведениями. Мы желаем вам удачи и творческих успехов. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы также желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова